Вторая часть. За такую душную маршрутку полторы тысячи, а за классную поездку в комфорт и встроение С4 всего 1200. Вот так посмеялся за данную судьба. Итак, значит мы выехали 11 июня из Москвы, уже покинули МКАД, 12 часов ночи, и где-то 12 июня, 12 часов утра, мы уже были в славном городе Санкт-Петербурге, в Купчино. Станцию метро Купчино увидел, обалдеть, такая синяя буковка М. Девчонки хотели там сначала выехать, но потом мы их до центра довезли. Высадили в центре девчонок, а меня, значит Сергей, высадил там на лесной станции метро. Говорит, если что, там созвонимся, там все дела, и он уехал там на свой фестиваль вверх тормашки. Там по йоге, там типа НЛП, всякая психология, там философия, вообще такая вот штука. Я вышел и гулял по городу весь день, по Невскому проспекту, Дворцовая площадь. Мне мама даже тушенку с собой взяла. Я прямо в сквере такой сел под дерево, тушенку достал, эту открывашечку я открыл, прям на-на-на, на хлебушек черненькие. Все на меня смотрят, пальцы им показывают. А у меня что, я приехал в Питер из Москвы, мне гуляю, хожу, в общем, кушаю тушенку под дерево, все дела. В общем, тушенка быстро кончилась, я сидел на минералке и хлебе два дня. Посмотрите, потом как бы, в общем, везде гулял по Невскому, короче. Я по Невскому проспекту прошел, от самой Дворцовой площади до станции метро Александра Невского. Прозвонил, как бы, всех, как бы, телефона, там вот, один телефон был, вот, но девчонка-то не хотела меня вписывать. И че, где ночевать? Думаю, а поэту я в метро. В метро спустился, заплатил 28 рублей, а там такой жетончик мне дали. Я такой, ха-ха-ха, жетончик. Я его, наверное, первый раз за 10 лет этот жетончик держу, потому что у нас такие карточки бумажных Москвен. Опускаю, спускаюсь, и там, в метро в Питере, такие, как бы, бункеры, двери. Там не видно, когда поезд приходит, а видно, когда уже открываются двери. Списать, чтобы не затопило, там, там, намоднение может быть, большая глубина, там, водные грунты и все дела. Шикарнейшее метро, жалко, я не фоткался, жалко, я не фоткался, жалко, я стеснявушка такой еще, нужно быть прощеннее. Везде фоткаться, даже в метро, видео снимать, про подойти. Чувак, чувак, я из Москвы, давай сфоткаемся, селфи с москвичом. Ха-ха, но я такой сижу, такой, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А никто не знает, что я из Москвы, ешь, что тут и полю метро Питерское. Но у них классные такие вагоны, шикарнейшие. Я доехал до станции Приморская, и там гулял, в общем, смотрел, там берег, как бы там эти лайнеры морские, такие круизы, которые катаются, там миллионеры все. Вот, один часов ночи, сел на скамейку, там, минералчик, попью хлебушка, стемнело уже. Ночевать где? Прилег на скамейку, поспал полчаса, чувствую, что-то вообще из меня дух выходит, уже замерзает, начал. Дождь моросит такой мерзкий, мелкий. Проснулся, думаю, нет, я тут вздох, то есть, я тут останусь, замерз бы. Пошел искать себе пристануще, смотрю, 4 звездный отель! В париве отчаяния зашел фойе, в шикарнейшее фойе, люди в черном стоят, такие, белая рубашечка. Жалко, черных отчетов еще не хватает, еще таких вот, знаете. И такой, как бы, зуб такой сверкающий, золотой, такой, а-а-а-а, ну, ты охранник, типа, там. Думаю, все, сейчас заплачу, там, хоть 3 тысячи, хоть 2 тысячи, чтобы поспать нормально. Но жаба задушила меня, я развернулся, 180 градусов, и пошел дальше гулять. Но зато увидел, значит, я Питер, я один по Питеру гуляю, уже все, 2 часа ночи, что делать, надо поспать. Еще открытый подъезд нашел, поднялся по лестнице, вот, поставил сумочки, значит, в угол. Раз вижу, там окна меняли, там какая-то постилочка, постил на бетонный пол, лег такой, полежал в дожди утра, без паля вообще. Потом встал утром и дальше начал гулять, гуляю, там, по набережной Невы, Нева, Нева, там, мосты, там. Опять по Дворцовой, по Невскому, вот, в общем, домой я уехал в 7 вечера, 12 июня. И 13 уже 5 часов утра был дома. Так что поездка хорошая удалась, это такое маленькое путешествие по возможности. Всего подойдет 3000 рублей, 1200 туда, 1500 обратно, в Москву, из Питера на маршрутке, от Московского вокзала, там маршруточка такая стоит. Там написано Москва, такая бумажечка, на лаба бумаг, нет, бумажка Москва написано, 1500. И плюс минералочка, хлебушек, бананчики, это 300 рублей. То есть 200 рублей, плюс 100 рублей, это питерская симка Теле 2, которой в Москве никто не пользуется, только в регионах. Вот, ну, мне понравилось в Питере, там, своя атмосфера, видел дом Зингера, напротив этого Казалского собора. В доме Зингера находится офис социальной сети ВКонтакте. Мне даже повел дур в окошечко вахал, ха-ха, шучу, нет. Но там эти, наверное, ходят клерки, там эти офисные ВКонтакте, в общем. Так что здорово, там, по-нескому, столько народу шныряет, он длинный такой, вообще, просто обалдеть. Но все маленькое, миниатюрные дома маленькие, в общем, но воды много, да, воды много. Мосты не посмотрел, что-то забыл про них, не катался на катерах, ни на чем. Но, ну, так, посмотрел, просто, как бы, вторая столица Москвы, да, там народу много, 5 миллионов, метро хорошее. В общем, дорогие друзья, значит, вот такая вот, значит, получилась с поездочками хорошая. Я не пожалел, как бы, выехал за пределом КАТ, за пределом Москвы. Я читаю ряб, да, для чего, чтобы тоже путешествовать, в конце-то давать, значит, ездить с этими, с гастролями. Вот, как Гуф, там, как Баста, тоже здорово смотреть города другие, вот, с концертами, с этими, с гастролями. Так что, такие вот новости, дорогие друзья. Пятый выпуск, значит, я с вами прощаюсь и скажу, как бы, такие слова напутствия. Желаю вам удачи, новой рабочей недели. Эти выходные кончились. Кстати, был День России, День нашей Родины с вами, вот, все отмечали День России, День, вот, нашей Родины, Великой России. Так что, это 12 июня, День России. Всем благо и хорошей рабочей недели. Теперь только будут у нас выходные, это в ноябре. У народа, который честно трудится, вот, честно зарабатывает деньги. Остальные могут отдыхать, когда хотят, да, в общем. Ну, вот, мы, рабочий класс, отдыхаем, вот, по выходным. Ладно, дорогие друзья, я буду закругляться, вот, я стараюсь регулярно, периодически, раз в неделю выпускать, в выпуске своей новостной программы, передачи «Новостной Фоломкин». Так что, ждите следующие выходные, буквально через неделю, совсем скоро эта неделя пройдет незаметно, пролетит, и новый выпуск новостного Фоломкина будет радовать ваш глаз. Нет, даже два глаза. Все, до свидания, всем респект, ставьте лайки, подписывайтесь, до скорых встреч.